Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и продолжаем проходить с вами Баттл Хант. Владелец магазина хочет наградить тебя за прилежность. Ага, он мне будет давать карту, если я буду заходить каждый день. Ну что же, давай посмотрим. Старая игральная кость. Отлично, ежедневные миссии. Их тут очень много. Отлично. Так, у нас что тут, ребята? Нанять героя. Брома. Бром присоединяется к вашей группе. Ты, значит, желаешь поработать на стороне, а? Думаю, у меня есть для тебя подходящие задания. Это доска трофейных заданий. Ты можешь отправить своих героев на секретные задания, чтобы заработать дополнительные штучки. Коснись ее, чтобы узнать, что сегодня творится в Фелл Крести. Ага, вот оно как. Ну что же, давайте коснемся. Ох, похищение. Ага, звучит увлекательно. Это быстрое трофейное задание. Коснись его и отправь героя на дело. Да с удовольствием. С героями высокого уровня и подходящей стихии ты по максимуму повысишь свои шансы на бонусный трофей. Невероятный герой Бром прекрасно подойдет для этого трофея. Ну давайте выставим и отправочку, наверное, да, сделаем? Бонусные трофеи. Да, отправку делаем. И покинул он нас. Задание не сложное. Так, может, споем добрую письму, пока ждем, а? Ох, я изъездил весь мир, побывал во всех морях. От Гливуда до гряды Барауфорд Рока. И за все это время не видел я ничего страшнее, чем кузнец из Кэмбвера, что, ой, задание, похоже, уже выполнено. Получить бонусный трофей, золотые монеты. А мы получили самоцветы. О, твой герой одержал победу и заодно получил бонусный трофей. Возвращайся сюда каждый день и выполняй предлагающиеся приключения. Хорошо, бабуля, буду это иметь в виду. Интриги, разбой, охрана. Хм, довольно неплохо. Ну что же, а мы с вами получаем золотые монеты. И уровень наш растет. Это, конечно, все хорошо, ребята. Квесты это лучший способ для твоего отряда. Приобрести наборы карт в магазине. Ага. Ну давай. Посмотрим, что тут у нас. Три карты. Наконечник, зажигательная стрела и сиящее пламя. Отлично, эти стихийные боевые карты тебе пригодятся. А эта зажигательная стрела для Бри прекрасно взаимодействует с огненными заклинаниями Монти. Ну что же, я думаю, да, мы неплохо споемся с Бри. Что у нее огненные стрелы, что я огненный маг, так что все должно быть пучком. И получаем еще что-то. Славу и золотые монеты. Это, конечно, все хорошо. Ух ты. Создай или вступи в гильдию. Нам пока удается сдерживать войска королевы Амтист, но ее силы растут быстрее, чем мне думалось. Что же вы предлагаете, мудрое странное существо? У нас не остается другого выбора, как собрать всех героев Фелл Креста вместе, чтобы сосредоточить наши силы. Это может быть нашим единственным шансом на спасение. Пора снова открыть гильдии. Хорошо. Ой, да ладно тебе. Я уже слишком стар, чтобы общаться с малоизвестными мне людьми. Мне даже люди, находившиеся в этой комнате, не очень-то нравятся. Хе-хе-хе. Прекрасно. Мой дорогой Монти, гильдии испокон веков служили людям Фелл Креста. Вам не обязательно дружить со всеми. Наоборот, мы приветствуем конкуренцию. Ведь так каждая гильдия будет стремиться к совершенству. Я приветствую братство героев. Мы, мы будем вместе есть, спать, жить, сражаться и умирать во имя чести. Тогда займемся этим. Давайте посмотрим, кто у нас еще есть. Ммм, что ж, ладно. Но только чур мне дадут отдельную комнату и не буду заставлять слушать всякую болтовню. Не волнуйся, радость наша. Мы будем тихо себя вести. Удачи, друзья. Сотрудничаем и явно повернем ход событий в нашу пользу. И тут у нас, ребята, гильдии. И ядрите ее на корень. Сколько их тут много. Ну, давайте хоть куда-нибудь, наверное, вступим. Вот только куда, я не знаю пока. Сюда, наверное, у нас не получится. Ну, я все-таки запрос отправлю, а там уже как повезет. Так, ладно. Возвращаемся назад и попроси усиливающие карты. Ну, для того, чтобы попросить, мне нужно, наверное, вступить. Получи награду подарочной шкалы. Ладно. Это все будет у нас потом, когда мы вступим в гильдию. А сейчас нам надо, ребята, делать... Подготовь брома второго уровня, да? Подготавливаем. Уровень повыше. Так, а еще надо что-ли сделать? Ладно. И? Блин, еще. Ну, давайте еще разок. По максимуму, что ли, надо его развить? Или что? Так, руна воздуха. Хочешь поискать их? Нет, не хочу. Повысить уровень боевой карты. Мощь, воздух, карта атаки. Давай откроем колоду Брии, чтобы добавить эту новую карту. Ну, что ж, давай откроем. А какую новую карту? Я что-то не могу понять. Вот это у нас уже было. Странно. Ага, вот. Давай обменяем твою старую карту урона от разрыва на эту новую стихийную карту. Давай поменяем. Отлично. Теперь давай добавим им еще силы. Стихийные карты приносят больше всего пользы во время битвы. Но это только между нами. Так, отлично. И что ты предлагаешь нам сделать? А, улучшить ее, да? Ну, давай. Использование усиливающей карты соответствующей стихии может здорово ускорить процесс улучшения твоих стихийных карт. Похоже, у тебя получается. Не забывай, что тебе необходимо улучшить две боевые карты земли Брии до третьего уровня. Ладно. Гундосер, будем тебе улучшать карты. Отражающий наконечник, да? Так, и еще надо, да? Ну, давайте какой-нибудь отражающий свет. До второго уровня, он сказал, по-моему, да? Так, отлично. Режущая кромка. Давай-ка еще и эту усилим заодно. Так, ну, вроде как все, да? Нет? А почему не все? Хм. Ладно, ребята. Фиг-то с ним. У нас тут что? Получаем какой-то приз. Славу, билет для набега и самоцветы. И ядрит тебя на корень. Хелмов лес. Это, кстати, где мы с вами остановились. Давайте-ка в бой. Прикоснитесь к герою, чтобы добавить его в свой отряд. А что, я всего два героя могу брать, ребята? Ё-моё, я думал, у нас будет три. А их тут всего два. Хи-и-и. Вот это облом. Ладно, Монти, возвращайся. И ты тоже, Бром. А мы с вами отправляемся на задание. И я так понимаю, в Хелмов лес. Крысы, фантомы какие-то, да? Ладно, давайте-ка огонёчком. А ты что у нас можешь делать? Хм. Давай-ка вот так попробуем. Что у нас из этого получится? Ну, у Монти, как вы видите, огонь очень хорошо развит. Поэтому он бомбит. Именно огнём. По-огненски. А вот мечник какой-то у нас хиловатый получается. Давай-ка. А, защищается. Ну и что? Защитился называется. А вот, достал. Ему нужен ход, чтобы достать щит. Представляете, ребята? Целый ход. Ладно. Искрящийся меч. Да, по-моему, он даже не успеет им воспользоваться. Хотя... Может быть, ещё успеет. Ну что ж, давайте посохом. А ты свой меч применяй. Бум. Так, ну ладно. Монти у меня это выдержит. Преимущество применено. Хм. Да ну, что-то ты вообще какой-то слабый, браток. Давай-ка кинь-ка свою бомбочку на них. Посмотрим, насколько она будет эффективна. Ёлки-палки. Ты сейчас у меня, по-моему, отдуплишься. Лёгкий подхил тебе не помешает. Да задолбали вы со своим сонаром. Мне нужно мечника своего подлечить. А вот теперь... Блин. Давай-ка вот, наверное, вот так сделаем. Бум. Ну, вообще никакого дамага не нанёс. Ну, дуплишься ты сейчас, думает он. Так, давай-ка вот эту. Прокатит нет. Так, одна летающая мышь минус. Это хорошо, ребята. Так, и, наверное, пора применить метеор. Поджарим, как говорится, его потом по полной программе. Так, пора. Интересно, а у Брома какая характерная черта? Если она у него, конечно, есть. Ах ты, ёлки-палки, ещё одна крыса тут. Ну, ладно. Давай, Бром, отхиливайся у меня. И вставай в защиту. Так, молодец. Теперь давайте вот так вот. Жару пугающую. А ты, наверное, у нас... Так, исцеляй от себя. Нет, вот так бомбанёшь. Чё, на раз, что ли? Мало, Борик, Бром. Ха-ха-ха. Так, и мы получили три звезды. То бишь, прошли на отлично. Хелмов лес. 21 из 90. Чё-то дофигища тут. Так, специальное приложение нам не нужно. А здесь можно подготовить героя. Монти, давай, развивайся у меня. Всё? Ага, ребята, деньги закончились. Как не вовремя. Так, ну, её я могу подготовить. Всё, теперь уже действительно денег никаких нету. Хелмов лес. Тут осталось всего два подземелья, ребята. Пройти. Ну что же, давайте попробуем одолеть. Хотя, чё тут пробовать? Я думаю, никаких проблем у нас не будет. Мне, конечно, не нравится этот Бром. Больно он пока ватный. Никакой конкретики. Режущий. А, тупой меч. Ну, давай. Ух, как слабо я бомбанул этой магией. Тут единственное, ребята, что в этой игре нужно хорошо знать, какие стихии действуют против кого. То бишь, вот эта летающая мышь. Это, по ходу дела, фантом. А к чему у неё слабость, мне пока неизвестно. Хе-хе. Бром сейчас камнем зарядит. Ну-ка. Бросит, нет? Ну что ты так долго будешь с этим камнем смотреть-то на него? Всё, не налюбуется. Во. Отлично. Это что за корявчики тут вышли у меня? Шлепок по земле. Хе-хе. Шлепок по земле. Ну и название, а. Давай-ка. Так. Отлично. Давай, Бром, не тупи. Бросай свою гранату. А мы пока фаербол наметим. Великолепно. Урон земли. Ослаблен. Это плохо, ребята. Плохо. Ну что ж, давай тогда сделаем, наверное, тупой меч. Применим. И метеоритный дождь. Вот это будет самое то. Хотя зря я это сделал, ребята. По-моему, сейчас ещё выйдет волна, да? А, он даже ещё не умер. Ну тогда сейчас мы его и добьём. Всё, готов. Чёрт подери, я так и думал, что ещё будет одна волна. Ладно, давайте фаерболом тогда фантома, а ты тупым мечом добьёшь. Наверное, добьёшь. Так, великолепно. Давай-ка, режущим теперь. Нет, это слабенько. Не прокатывает. Фаербол пошёл. И летучая мышь погибла. Так, я получил ослабление к земле. Это плохо. Потому что они у нас земляные, я так понимаю. И будут сейчас наносить усиленный дамаг по нам. Делаем защиту себе. Что ж делает, а? Паршивец. На тебе волшебную гранату. Ух ты, ё-моё. Нифига он вырос. Ну, хорошо, хоть хпшки не попалил. Преимущество по применению нам не нужно. Давай тупым мечом. А, в принципе, мы добили. Да-да, ребята, мы победили. И получили две звезды. А почему две? Я думал, три получим. Уровень повышен. Разблокирована новая локация. Ой, это хорошо. Нет, специальное предложение мне не нужно. Подземелье один. Подождите-ка. Ага, десять подземельей. Значит, нам будет где погулять. Промозглые и грязные канализации используются для того, чтобы держать земли Фелкреста в чистоте. Но в ней находятся несметные полчища чудовищ. Так, получаем бонусы. Еще один вонючий сыр. Так, вместе мы сила. Ну, это понятно. Это у нас уже было. Да начнется вечеринка. Че-то подери. Герой сами воюет на славу. Заверши магические грибочки. Автосражение. Ага, тут еще можно автосражение делать. Ну, давай посмотрим. Сами будут драться или нет? Сами или нет? Сами, ребята. Они будут драться у нас самостоятельно. И это хорошо. Сейчас мы посмотрим, как они тут подерутся на автобое. Так, мыши, угомонитесь нафиг уже, а? Так, отлично. Одну грохнули. Ну, и второе осталось там недолго. Буквально на один удар. Монти, выживай давай у меня. Сонар активировал. Но не воспользуйся ты им, потому что тебя уже нет в живых. Так опять летучая мышь и грибок. Точнее, масляная спора. Давай атакуй. Как-то слабенько он бьет, если честно. Такой амбал. Я думаю, у него будет дамаг офигенный. По крайней мере, в рукопашке. Но не тут-то было. Может быть, он еще просто не прокачанный. Или карты у него слабенькие. Дымный шквал. Ух ты, а еще это меня в какую-то жижу окунули. Ну, хоть здесь он не ступил, а сделал метеоритный дождь. И победа за нами, ребята. Очередная причем. Сколько звезд? Три. Это хорошо. Так, получили мы с вами бонусы. Так, а здесь что получить? Вау. А что, интересно, за билет для набега? Хотелось бы посмотреть. Так, это у нас все задание. Воспитание Бри. Соверши набег на токсичное логово. Ну-ка, давайте посмотрим. А, результаты набега. Это значит... Все, понял я, ребята. Это быстрый проход локации. Кстати, очень полезная и нужная штука. Чем бы нам, ребята, тут еще можно было бы заняться, а? Водные пути. Ну, давайте в бой. Не знаю, наверное, я поменяю этого амбала. Ух ты, другая карта. Глаза. Прохладный фокус. Да не тут-то было, ребята. Вот так вот. Выкуситик называется. Да, довольно... Довольно сильные ребята, между прочим. Так, фаерболл, я надеюсь, хорошо сработает. Вооруженная сумка. Так бы назвали бы взрыв-пакет. Назвали вооруженную сумку. Так, защиту ставим себе. Так, контактные линзы. Тут тоже. Интересно, что они собираются сделать? Так, бросаем мешок свой. Чего? Смешной получился дамаг, если честно. Давайте один глаз уничтожим. Так, я думал подхилить. Нормально. Хотя, можно было бы и без этого справиться. Давай мечом бомби второй глаз. И еще сейчас будет волна. Я больше чем уверен. Так, метеорит. Почему-то не показали анимацию этого дождя метеоритного. Странно как-то. Фаерболл и искрящийся меч. Так, Бром, сколько у тебя там... Ох, ё-моё! Как я так продинамил-то, ребята? Монти-то у меня все. Отдал концы. Ну, я думаю, что Бром должен справиться, по идее. С этой мышью. Которую звать Царапина. Так, добивай ее. Тихо, тихо, расслабьтесь. Я надеюсь, больше не будет волны у нас. Ну что же, давай-ка добьешь ее так. Удар хвостом был. Режь. Отлично. Да-да-да-да-да, именно. Именно, Бром. Так, жалобно посмотрел на Монти, который лежал в ящике. И у нас тут что, ребята? Водные пути. Два из девяносто. Получаем трофеи. И тут еще их дофигища. Воспитание Бри. Нанести урон 500. Здоровье 250. Это все, короче, с помощью Бри надо сделать. Да, заданий, ребята, здесь очень и очень много. Поэтому играть не переиграть, как говорится. Так, даже... Я даже не знаю, к чему... О! Восемьдесят три процента прошли. Так, сундучок мы не можем. Мы можем улучшить ей новый скилл. Целебный прорыв называется. Это Убри. И саму ее подготовить. Самоцветы в золото. Не надо. Ну что, дорогие мои, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok